Книга «Открытым оком», 8-й том, тема «Святая Библия», вопрос 2150-й. Можно ли по каким-то признакам оценить, насколько глубоко монахи изучали Священное Писание? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То и удивительно, что много хороших и правильных слов они говорят об изучении Священного Писания. Но что они подразумевают под этим, едва ли поймем. Когда же читать можно Библию? Как же читать можно Библию? Она только и называется Священным Писанием. И не видеть, что Христос всех посылает в мир, нести его благое слово. Нигде Христос не гуртовал апостолов и не устроил им монастыри. Не растаскивал их по кеновьям, по кельям, но вел их в Буду и бушующий мир. И падли крепости Ваала. Монахи, быть может, самый главный виновник того, что пришел ислам, что пришел атеизм, коммунизм. Монахи заблокировали самое лучшее и умолили в стенах монастырей. Принять Христа значит принять Его Слово и по Нему поступать. Монахи любили Бога, жажды для Царства Небесного. Но путь тогда положили свой. И дошли ли они? Или это только нам подают с благочестивым хэппи-эндом, что все они в руке Божьей, и что было благоухание и слышалось пение ангелов? Под сомнение никто ничего здесь не ставит. А зря. Да и святые не раз подскальзывались на этих благоуханиях и пениях свыше. Матфея, 21 глава, 42 стих. Иисус говорит им. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Силы Божьи в том, что Он послал Сына Своего Единородному в мир, и Он взял на Себя наши грехи, и теперь дает спасение нам даром. Ефесянам 2,9. Не одел, чтобы никто не хвалился. Без наших пустынных единических подвигов, если бы монахи знали Писание, они бы говорили об этом и не заманывали людей в пустыне, сами там не сидели десятки лет, скрываясь от повеления Божьей идти в мир на проповедь. 1 Фессалоникийцам 1,8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. Они все напоминают капитанов, которые, страшась бури, загнали корабль в порт, потом в узкую бухту, а потом по степелям вытащили корабль в дремучие леса, и там без бури сохранились, поубивав бывших на корабле жен. Марка 12,24. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводить, приводите ли вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божьей?» Жития святых. Арсений Великий, 8 мая. Один брат сказал преподобному, «Честной отец, я изучил много книг, псалмов, и хочу с умилением сердечным прочитывать их, но не имею умиления, потому что не разумею силы Священного Писания и весьма оскорблю об этом». Преподобный отвечал на это, «Чадо, тебе должен непрестанно поучаться в течение Слова Божия, хотя бы ты и не разумел силы его и не имел умиления. Я слышал, как говорил Ава Пимен и прочие отцы, что очарователи змей сами не понимают тех слов, которые они говорят. Однако же, змеи, слыша слова их, укращаются, как бы понимая слова их, и беспрепятственно даются в руки их. То же самое можем сделать и мы, хотя бы и не разумели силы Священного Писания. Ибо когда мы имеем в устах своих слова Священного Писания, тогда демоны, слыша их, приходят в страх и бегут от нас, не вынося слов Духа Святого, говорившего через рабов своих пророков и апостолов». Эпифаний, 12 мая. «Вместе с даром чудотворения и многими иными Господь наградил своего верного раба великим даром знаний и столкования Божественного Писания. Читая его братья, он ясный для всех, понятно, разъяснял его. Наконец, святой жизнью чудеса привлеки к Антонию. В пустыне многих подвижников они потерялись без него и приняли за образец правила данной Антонией, что и было началом монашеского жития». Василий Великий, 1 января. Архиепископ призвал после всего в себе Василия и Ивула и начал рассуждать с ним о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Серафим Саровский, 2 января. Серафим знал наизусть множество церковных песнопений, кое любил воспевать. Среди трудов в своей безмолвной уйденной пустыне, причем некоторые наиболее близкие к преподобному, люди замечали, что многие из этих песнопений имели наибольшее приложение к местности и к уединенному иноческому доброделанию. Самую первую книгу для него было Святое Евангелие, с которым он никогда не расставался на север с собой. Собереседование с Богом, духовная самоуглубленность и огромная начитанность в Священном Писании и душеполезных книгах озарили ум его таким светом, что он ясно понимал и всю, всей душой проникал в смысл Слова Божия. Он поставил себя в пустыне постоянным правилом ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нескольку зачал из Евангелия и апостола. «Душа снабдевать», — говорил он впоследствии, «надобно Словом Божием». Душу снабдевать. «Ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же и питаются души, Бога алчущие». Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтерии. А чтение Священного Писания бывает просвещением разуме, которое оттого изменяется изменением божественным. «Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем по руководству, которого должен устроить жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитывать всю Библию разумно. Заодно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека свою милостью, но исполнит дар разумения. И святой Старец от непрестанных упражнений в чтении Слова Божия стяжал себе этот благодатный дар разумения, а вместе с тем мир душевный и высший дар сердечного умиления. В Священном Писании он искал уже не одно истинное, но и теплоты Духа, и нередко со священным чтением из его глаз стекли слезы умиления, от которых в человеках по собственному признанию старца согревается весь и исполняется духовных дарований, услождающих ум и сердце, пачево всякого слова. Антоний Великий, 17 января. Хотя преподобный Антоний Великий не получил образования, но для него училищем было священное писание и природа, а учителем благодать Христова, более и более озарявшая его по мере самовершвления его подвигами. Феодосий Великий, 11 января. Посему и тогда, когда кого-либо ласково увещевал, он был, однако, страшен для многих, и когда кого-либо обличал, был любезен и обходителен. Удивительно в нем было то, что, не будучи научен мирскому любомудрию и не будучи сведущ в греческих книгах, он излагал поучения с такой обстоятельностью, что с ним не мог сравниться никто из состарившихся над книгами и в совершенстве изучивших ораторское искусство. Ибо он учил не от человеческой мудрости, но от благодати Духа Божия, тайно ведущего к нему, ведущего к нему, как к другому Иеремию. Иеремия. Иеремия, 1,9. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста Твои. И говорил, блаженный, еще много душеполезного, иной от себя, иной от апостольских изречений. Хотя он был во всем кроток нравом, однако там, где совершалось насилие над благочестием, он был подобен палящему огню или рубящей секире, или неодолимому воинскому оружию. Пахомий Великий, 15 мая. Святой Пахомий пользовался всяким случаем, чтобы сказать слово назидания тому или другому брату. Но кроме этих частных бесед, он обыкновенно говорил еще три общих поучения в течение недели, одно в субботу и два в воскресенье. Он заповедовал, чтобы всегда начальник монастыря составлял и произносил три поучения в неделю. Кроме трех поучений начальника монастыря, во время субботних и воскресных собраний иноков обязательно в два седмичные поста, то есть среду и в пятницу, говорили поучения своим монахам начальники домов. Иноки всякий вечер собирались для духовных бесед и вообще любили назидать друг друга теми уроками, какие каждый извлекал из-за чтения слова Божия и из наблюдений над жизнью тех или других людей. Иноки любили повторять изречения Священного Писания и размышлять о них. Поэтому и при взаимных беседах они всегда могли назоветь друг друга мыслями и словами Библии. Праздных бесед и пересудов мы не видим в Тавенисии. Дмитрий Ростовский, 21 сентября. Под руководством знаменитого полемического богослова Галятовского Даниил Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом его поучениях и приобрел ту энергию и непобедимую силу убеждения, которая явилась впоследствии в борьбе со оскольниками. Свободное от школьных занятий время он проводил в чтении Священного Писания, творении и житии святых мужей и в молитве. Трифилии, 13 июня. Однажды по нужным церкви в Кипре происходило собрание всех епископов острова. На этом собрании присутствовали Святой Спиридон и Святой Трифилий, муж сведущий и книжный, ибо в юности он много времени учился в Берите. Поэтому отцы собора просили Святого Трифилия, чтобы он произнес в церкви поучение к народу. Во время проповеди ему нужно было привести слова Христовы, обращенные к расслабленному и записанные Святым Евангелистом Марком. Марка 2, 11. «Тебе, говорю, встань, возьми постель твой и иди в дом твой». Причем Святой Трифилий изменил буквально изречение Евангелия и назвал постель ложем. «Восстань, возьми постель твою». Святой Спиридон, не вынося изменений слов Христова, сказал Трифилию, «Неужели ты лучше, сказавшего Одар, что стыдишь и слова его?» Слова его. Вслед за этим он открыто перед всем покинул храм. И ничего не было предусудительным в этом поступке Святого Спиридона. Будущий человеком некнижным, он своим обличением пристыдил Трифилия, гордившегося своим красноречием, научил его смиренно-мудрую и кротости. Досифей, 19 февраля. Однажды он пришел к преподобному Дорофею и просил его объяснить одно место из Священного Писания. Ибо ревнуя о просвещении массового, он начал замышлять о некоторых местах Священного Писания. Но его наставник не хотел, чтобы Досифей упражнялся в изучении Писания, так как боялся, что тогда он возмечтает о себе и не сохранит смиренного создания своей нищеты душевной. Посему на вопрос ученика преподобный Дорофея отвечал «Не знаю». В другой раз, когда Досифей снова пришел к своему наставнику и спросил его о другом месте Священного Писания, он получил такой ответ «Поди к Угумену и спроси его об этом, я же не могу тебе объяснить». Повинуясь по повелению наставника своего блажения Досифей отправился к Игумену. Ну а Дорофей предупредил Угумена «Если придет тебе отче Досифей и станет спрашивать о разных местах Священного Писания, нанеси ему удар». Когда Досифей пришел к Игумену и просил его объяснить непонятные места Священного Писания, Игумен начал наносить ему удары, говоря «Зачем ты не молчишь, если чего не понимаешь? Зачем ты, осмелившись, спрашивает о всем? Не должен ли ты больше заботиться о своей чистоте вместо того, чтобы заниматься испытанием Писания?» Затем, еще ударив его дважды по ланитам, Игумен отпустил его. Возвративший к отцу Дорофею, преподобный показал ему свое покрасневшее от удара ланиты и сказал, «Игумен нанес мне удар, так же и по спине, и больше ничего не прибавил. Он не стал укорять своего наставника, не сказал ему, «Зачем ты не вразумил меня? Зачем послал к Игумену?» «Нет ничего подобного», не сказал блаженный Досифей. Он все, что приказывал ему наставник его, принимал с верой и тот же же исполнял его повеление без всякого рассуждения. Стихотворение Библия на русском языке, известный синодальный перевод, подобен райской вечности реке, счастливый, кто ее переплывет. Ее слова, глаголы, изречения, названия книг на карте государства, рядами главы, ветезе спасения, послания апостола и старца, стихи войска и скопия мечей, в лучах и в зареве из Ветхого Завета, на двух накекаменных скоржалях Моисей, с толпом и облаком выносит всем на свете. Еще пока алфавит не изучен. Язык евреев непонятен многим, но иеговый свет рассеет тучи, в жарь благовестия уже обуты ноги. Россия, Русь и в зычестве, и в войнах, без слова Божия, пустыню убрела, все в литургиях и в земных поклонах, смешение вавилонском тьма и зла. Но час пробил, исправит заблуждение, и переводчики усели за столами, спасает не причастие и деньги, а вера, подвержденная делами. Вдруг, для читающих Священное Писание, открытым текстом о рождении свыше, без веры во Христа мы стали псами, а вера только в тех, кто Бога слышит. Понятным, с пренебесным смыслом наполнились все строки и стихи, листки, листочки, исцеление листья, бальзамом на ошибки и грехи. Что толку непонятное читать? Бездействует непробужденная совесть. Рожденным свыше перевод под стать, о переводчиках с любовью это повесть. 2003 год Игнатий Тихонович Лапкин